здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня я решила продолжить ту тему которую я вам обещала помните недавно я проводила разбор семьи тепляковых и упомянула что еще не все вам показала и делала опрос где большинство из вас захотела продолжение поэтому я не откладывая особенно в долгий ящик конечно чуть-чуть отложила но тем не менее сейчас решила исполнить то что я обещала как вы помните с некоторых пор я стараюсь выполнять все свои обещания либо их не давать а так вот значит продолжение того что мы просто не успели в прошлый разбор посмотреть то что я хотела вам показать тоже очень важные моменты которые мы в прошлый раз не до разобрали давайте включаем первый фрагмент и будем уже по ходу разбираться ну мы помним что в прошлом разборе мы поняли что евгения теплякова ну вот проблемы из детства идут да но как же он вымещено как же он работает с этими проблемами и что в нем вот что им движет вообще но я мы уже поняли что всем рулит именно папа в этой семье и что же движет этого капитана этого корабля да давайте смотреть для вас это какая-то грамм война нет в экране видите журналист очень грамотно делает задавая вопрос ну довольно острый на который можно получить негативную реакцию да у наступает немножечко назад он тем самым подслащает немножечко свою пилюлю но все равно задает вопрос этим часто пользуются обращайте внимание когда вопрос довольно опасный да и человек понимает что может прилететь за этот вопрос ну либо какое-то предложение в котором человек не особо уверен что надо вот так остро задавать он немножечко компенсирует вот это движение наступательное наступательное движение вопросом этим движением назад телом да то есть таким образом немножечко смягчает свой удар переживание шоу воевать вы сами говорили что культет этого смотрите как он говорит о том что он не шел воевать дошел он как раз именно воевать видите какая радость как он возбуждается конечно он прячет челюсть при этом он пытается спрятать эмоции но смотрите это торжество из него просто идет вот ему невозможно его остановить видите какой радостный здесь у нас и и глаза горят и все но спрятал немножечко опустил для меня опустил глаза опустил челюсть чтобы не выдавать себя действительно вот то что им движет это война внутренняя война внутри него и он эту эту войну выносит можно сказать на весь мир да и ну орудие у нее у него верней в руках это его дочь повод точнее не повод а для меня это способ и вообще попытка найти образовательную траекторию для детей дальнейшем все для видите здесь он конечно же тоже вот помните я вам только что говорила про удар да и он заявил очень очень серьезные вещи то есть он она по сути он революционер да он хочет видеть себя именно таким он хочет войти в историю и понимая что она вот он же играет роль скромного папы который просто оказался в такие в такой сложной ситуации когда к ребенку индивидуально в школе не подошли когда ребенка не приняли в школу ему пришлось вот у него вот такая вот как бы позиция да и тут он говорит о том что надо все менять до в образовательной системе и вот этот очень сильный удар который не пишется в его образ белого пушистого которого он пытается создать он понимает что здесь немножечко он лишнего сказал и тоже отступает понимаете вот когда вот мы можем с помощью тела немножечко компенсировать силу удара либо ну вот говоря говорить можно тоже и наоборот точно также можно работать вот с помощью своего тела до говорить какие-то мягкие вещи но при этом делать наступательные движения телом то есть вот это вот все очень хорошо варьировать получается что речь то есть вербальная речь идет наряду с невербальной и это можно регулировать когда ты знаешь как это делать да и это можно считывать когда ты знаешь что обозначают каждые сигналы понимаете вот для чего мы здесь все собрались для того чтобы вот это все считывать до тех кто со мной воюет это реально доказать что этого невозможно что мы не существуем что мы не имеем права что детей надо изъять или запретить или что это плохо чтобы не дай бог никто так не давайте запретим алису ну конечно же давайте запретим алису при этом алису возводит в категорию уже не просто ребенка да а в категорию уже понятия в категорию ну такого явления да как природное явление которое ну как бы уже не подвластно никому из нас да то есть ну уже так слишком завышает ее значимость но это понятно конечно же алиса для него инструмент и поэтому ему ему надо и ее поставить на пьедестал чтобы но как бы с пьедесталом пьедестал сложнее будет свергнуть до его противником он как бы произнося лишний раз и о ней как о явлении ну вот говоря о ней как о явлении он тем самым ее превозносит на пьедестал и переносит в ранг уже каких-то более серьезных вещей до обратите внимание при этом он теребит бороду этот жест мы еще сегодня увидим борода для мужчины вообще волосы волосы это но и для женщины и для мужчины это наша энергия вообще волосы они хранят ну вот ту энергию которую человек пережил во время того как они отрастали да это вот вообще волосинки это полы такие трубочки в которых скапливается вся энергия которая происходила с человеком и здесь получается у женщин волосы это ну получается ее женская сила да если она там вела себя все время правильно да раньше вообще в принципе не стригли до волосы потому ну и считалось если приходилось подстригать волосы это считалось плохим чем-то да для женщины это очень ценно волосы сохранять до для мужчины волосы имеют ценность не на ну у этого и на голове тоже а мужчина как раз борода а почему борода потому что челюсть это ударная сила и когда сюда еще добавляется энергия получается что мужчина добавляет себе мощи да вот этой вот витальной энергии до физической силы и получается что когда он собирает эти волосы и перебирает он как бы берет и вот уже то что он можно сказать отвоевал он еще раз перебирает свои трофеи но то есть волосы это всегда про запас даже не запас а про регалии свои который человек заслужил до что женщина что мужчина правда каждый по-своему до мужчина боем женщина в ожиданием но ожиданием там да вот какими-то такими более спокойными вещами но тем не менее каждый из нас нарабатывает свою энергию и в данном случае он как бы еще раз активизирует эту энергию да вот эти перебирает свои регалии свои достижения для того чтобы дальше продвигаться ну и дальше собирать вот это все вокруг себя да конечно же он испытывает огромное удовольствие по поводу радости меня знаете очень сильно удивил ну вот я я поняла что вот в этом моменте который я сейчас включу там что-то спрятано я не знаю что именно я не копнула настолько глубоко в общем то это не моя специфика но я вижу что он здесь они что-то скрывают давайте внимательно смотреть откуда семья в этой ситуации берет деньги на обучение ребенка на платном отделении можно только догадываться при этом денег на то чтобы взять ипотеку у них нет сильно это бьет он по кошельку дешевле чем апотека это как бы но это сумма естественно это сумма но знаете каждый сам выбирать на что он третит деньги и посмотрите как здесь вот вот это движение руками вообще знаете когда вот так вот между пальцами идет как бы прочистка пространства вообще в хиромантии считается что если между пальцами вот если складываешь и между пальцами получаются вот такие вот щели до через которые можно видеть да вот у меня например это есть это значит что у человека деньги утекают сквозь пальцы подтверждают так оно и есть в общем то да а значит хорошо если у вас нет вот эти вот здесь вот щелей а вот этот жест что он обозначает а это обозначает что он как бы собирает все что у него ну может быть где-то утекала ну то есть он вот как-то берет и все ресурсы денежные до собирает для того чтобы направить на какое-то дело до получается что все таки вот эта сумма она довольно большая довольно ощутимая для семьи как бы он не хорохорился все равно для него эта сумма значительно получается ему приходится ее как-то выскребать откуда-то выбирать да но при этом настолько ему важно доказать понимаете вот настолько важно что он даже не сомневается что да надо подтянуть там поезда не знаю ужаться в чем-то но надо до конца дойти потому что это дело принципиально еще раз это говорит о том что он уже понимаете вот часто бывает так что человек уже вошел в раж его невозможно остановить вот здесь вот как раз перед нами вот этот она бывает знаете игрок еще до который думает вот сейчас сейчас я выиграю он на какие-то вещи вот по поводу там ипотеки да он даже не думает об этом ему надо всем доказать ему надо сделать именно так и и человеку просто ну я не знаю там насчет ипотеки действительно действительно ли там все так плачевно потому что если бы это было ну если бы это стояло на самом деле ну в при как это если бы это было проблемой мне кажется люди решали бы этот вопрос да но здесь конечно другое мышление другие приоритеты и здесь очень важно доказать всем что я прав вот видите вот это движение очень жаль что факультет за такие деньги поступать таким образом я еще раз только могу повторить но и вы не работаете или работает в смысле не работа заработок на обработке видите и вот на этом вопросе вот и я как раз вот про этот вопрос хотела сказать она смотрит на него и закрывается нога на ногу он напрягся пожимает плечами и говорит мы мы работаем да и вот пожимает плечами то есть вот вот в этой в этом вопросе что-то скрыто то что он не скажет и вот они нигде не говорят этого открыто они как-то очень уклончиво уходят от ответа непонятно конечно эта тема видите как вот она посмотрела на него закрылась он тоже напрягся он проговаривает а кем я воспитатель семейного детского сада тоже начальник банки то есть когда вас получается есть какая-то легенда которую он проговаривает здесь эмоции минимум просто текст да если в предыдущем ролике там по поводу войны были все эмоции да вот радость там все такое здесь вообще никаких эмоций то есть но такой вопрос как довольно скользкий для них почему ну вот я поинтересовалась стоимость обучения в двадцать первом году 391 тысячи за год представляете где можно взять многодетной семье я я вообще даже не представляю вообще вот этот вопрос меня очень сильно удивил и самое главное реакция на этот вопрос да все таки где они работают что они делают вот вот это вот как бы осталось пока загадкой но я не берусь не беру на себя обещание разобраться в этой загадки мне кажется вам лучше в комментариях мне написать вот по этому вопросу потому что но я честно говоря не в курсе и копать это больше не хочу потому что я уже и так много перекопала по их теме до следующий фрагмент давайте посмотрим психологии почему выбрали кстати ну смотрите во первых потому что у меня первое образование во вторых я не однако видите как он все склоняет к себе это первое второе но полюбуйтесь мной да вот это вот вот этот наклон головы на посмотрите какой я классный ну почему нет выбери меня да я же хороший смотрите какой я заслуженный рак на говорят что психологии это очень хорошо в качестве первого образования психология у вас реально используется в жизни везде видите колено но мы хорошо знаем жесты с коленом да это про гордыню которую он тешит которая ему нравится вот это проговаривать да он сел на своего конька он наслаждается корпус вперед да ну в общем все все хорошо здесь ему это нравится просто папе нравится психология вот и направили да это мы уже в прошлом занятии если кстати вы первый этот разбор не смотрели под видео я ссылочку оставлю на первое занятия на первый разбор там мы много чего выяснили да ну в общем папа любуется собой наслаждается собой еще знаете вот такое ощущение что человек дорвался до славы и ему надо быстрее себе заявить какой он классный какой он замечательный да ну то есть вот раньше вы меня не замечали а теперь любуйтесь мной любуйтесь и ешьте конечно сколько влезет до меня да давайте то есть да конечно то что у меня есть в том числе педагогическое образование у меня не просто психологи я преподаватель видите как при этом он рассказывает да и большой палец рвется наверх помните большой палец это тоже про наше эго про наше я я такой великий да то есть вот все признаки величия в его жестах я имею право преподавать в том числе вузы знаете вот этот вот такой псевдо псевдо скромный такой жест когда другие пальцы как бы зажимаются а большой палец вверх вот часто это бывает у людей которые себя считают пупами земли да но не не хотят как бы это демонстрировать но всем своим видом показывают что я пуп земли то есть он как бы напускную такую скромность себе делает такую ложная скромность когда он зажимает всю ну вот все пальцы как бы зажимает то есть я скромный я не позволю себе лишнего и не позволю своим пальцем там как-то демонстрировать свое превосходство но при этом большой палец рвется вверх и показывает и демонстрирует то есть вот такой противоречивый жест но отслеживайте если будете видеть такой знаете что человек очень высоко во мнении о себе ну вот если большой палец идет вверх вот сто процентов там мания величия просто точно цветет буйным цветом и курсы я имею право преподавать практически любую школьную дисциплину я представляю что такое методологии в педагогике методологии в психологии именно за счет этого я и могу простраивать образовательную траекторию ну и в конце уже конечно остапа понесло и да ну ее нафиг эту скромность да зачем пытаться показать себя скромным если это не входит мои планы я я крутой я я покоритель мира да и в итоге пальцы сложились так как им удобней а дальше следующее так по поводу значимости одобрения давайте смотреть когда вся ответственность на вас если вы не сможете сделать так чтобы ребенок сдал этот экзамен то все будут говорить что это все ерунда то есть одной неудачи достаточно чтобы все говорили что ну вот видите видите ничего у них не получилось значит это все не считается вот это очень опасно то что он сейчас сказал на самом деле для него очень важно важно одобрение да чтобы все сказали да ты крутой да да это мы ошибались это ты был правда для него это важно для него это цель да и получается ладно бы он там пообещал всем там отжаться тысячу раз да и тренировался бы и вот так бы говорил что я должен тысячу раз отжаться потому что я же пообещал ведь если я этого не сделаю все скажу да это ерунда но понимаете в чем опасность этого утверждения он возлагает всю эту ответственность да вот свои вот эти все ожидания которые он ну вот он сам по себе да он он говорит об ответственности до ответственность это личное дело каждого да вот мы отвечаем за то что мы можем выполнить лично мы вот эта ответственность а когда мы отвечаем за ребенка который который ребенок да и возлагаем на него вот этот огромный груз ответственности своих ожиданий и при этом говорим что это наша ответственность вот это вот очень опасно отслеживайте это махровый манипулятор понимаете он вот таким образом переложил всю свою ответственность на плечи этого маленького ребенка и смотрите получается от от него это в общем то зависит косвенно да он просто может как-то надавить на ребенка там заинтересовать и так далее но если что-то пойдет не так вы представляете что ну вот такая какая ответственность на эту алису упадет да вот сразу не то что в двойном размере она она просто если она не оправдает ожиданий папы то это будет страшно и кстати сейчас же ее отчислили да насколько я понимаю здесь одобрение зависит от маленького ребенка которую которая еще и няня и помощница и главный объект эксперимента понимаете вот он не не на себя возложил вот эти все ожидания а на нее вот это самое страшное ему очень нравится война он получает удовольствие воодушевляется да вот то есть она для него просто инструмент разменная монета да у него там еще подрастает да вот это вот очень опасно вот вот это страшные вещи он сейчас сказал но для меня по крайней мере я просто в ужасе от того насколько и причем он понимаете вот таким благим соусом это подает что как будто бы это он да он такой ответственный он такой правильный он все делает да а ведь это не он это не он это он только чуть-чуть он понимаете все вот торпеда вот это вот этот таран это ее его ребенок это страшно до следующий фрагмент вы это появилась ваши переписки со студентами в понятия не имея по этой истории собчак здесь просто вообще без комментариев то есть этого не вы я не знаю это просто без комментариев и там был конкретный скриншот где вы в общем-то а вот смотрите махровые манипуляции вот если вы столкнетесь в жизни с таким манипулятором бегите как можно дальше за не имейте дело вообще с такими манипуляторами смотрите он сейчас такой это вообще без комментариев я в домике до отношения к другим студентам ладно кому и в чем и смотрите какое удовольствие он испытывает потирает руки то есть он он это да но он без комментариев он без коммента он вообще белый пушистый это не входит в образ тут же подвязалась и его женушка что-то там такое сказала да в его защиту но тоже хороший адвокат у него они они как это одно это понятно муж и жена одна сатана это в общем-то оправдана но конечно же оба они палятся и очень сильно потому что он из тех людей которые не могут просто держать какую-то тайну при себе если эта тайна затрагивает их самолюбие вы написали прошу прощения когда мне там писали что у меня яйца торчат и почему-то эти скриншоты не пошли не надо есть видите он не зато зацепился и тем самым сдал себя с потрохами то есть говорит мне написали да что яйца торчат ну то есть все понятно что это он хоть он там и отнекивался отнекивался и так бездарно зацепили его эго и он слил всех информация конечно находка для шпиона стопроцентная так это очень странно то есть есть такие скриншот ну да а в чем проблема там огромное количество скриншотов в которых и матом поливают и какой только гадости ничего не видно и видите при этом он потирает руки то есть это то чего он достиг то то чего он хотел а это вот то поле боя на котором он доказывает свою состоятельность да ему это важно было попасть туда всех разворотить всех обратить на себя внимание смотрите какой я классный смотрите любуйтесь мной да вот это это вот песня имени его и он наслаждается этим да действительно там задели его эго да ему это не нравится но все равно он там тоже всем надавал да ну такие войнушки детского сада реально вот вот я не знаю или если бы было что-нибудь то вы бы это видели поэтому там там реально ничего нет я спросил с чем у вас проблемы вам алиса спать мешает в чем правда в чем проблема этого вопроса ну там не так было да какая разница у вас проблемы с внешностью или самооценкой в чем у вас проблемы вам алиса спальня оскорбить на вопрос огласить девушкой этом при этом и при том что меня до этого там я длину играть ну как как вы понимаете это замечать это замечательно что вы это не видит покажите тогда как было с вами я говорю без комментариев зачем мне комментировать детский сад детский сад он сам организовал боже мой это такой реально детский сад и так глупо очень глупо смотрится конечно же доказывать студентам в этом чате когда ты вроде бы такую высокую цель себе поставить до революцию в системе образования если бы действительно он видел какую-то брешь которую надо переделать да так себя не ведут да вот а он на какие-то склоки переключается дай для него это важнее для него это в приоритете для него война ему кайфово воевать чтобы о нем говорили чтобы он был центральной фигурой в общем-то дальше этого интерес не идет и для этой войны он готов выставить на передовую свою дочь если это не справится выставить следующую но и так далее то есть здесь перед нами человек который не постоит за ценой причем ну цена какая он себе новых на рожает и все в общем то надо поэтому вот такие вот конечно приоритеты у человека я извиняюсь если я слишком резко говорю ну ну вот в данном случае конечно такие мысли напрашиваются очень неприятно разбирать его но с другой стороны для манипуляции вот сейчас мы подходим уже конкретно к манипуляциям таким прям махровейшим то есть да вот там манипуляция у него в силу того что его гордыня просто зашкаливает и эту гордыню задели в переписке да он конечно же там высказался и слил себя с потрохами как он пытается скрывать еще информацию это просто знаете вот ну реально детский сад правда есть же никто и это то что мы самого начала говорили то что нам нас никто не слышит ребенок остается ребенком социализация происходит по возрасту как он любит сводить все к демагогии вот это вот кстати манипуляторы всех мастей они любят это делать вот демагогия они там какую на какого-нибудь конька сядут на своего где они хорошо подкованы и давай вас грузить какими-то особыми терминами особыми какими-то понятиями до знаниями да безусловно знания но вы понимаете здесь это просто уход от ответа это манипуляция кстати вот под видео есть у меня курс по манипуляциям если вам интересно там и демагогия есть следующие вещи которые мы сейчас рассмотрим он прям четко по манипуляциям вот как будто мой курс купил и шеи и шпарит вот прям такие у него значит здесь он ушел в демагогию социализация ребенка всегда где же она будет происходить если она у вас учится вас не смущает что ребенок за партой сидит как видите а теперь доводим до абсурда до демагогия доведение до абсурда что там социализация не же строим сидят за партой с девяти до пяти если отличник то он должен сидеть ровненько и вот поднимать ручку и никуда в сторону не не смотреть в окошко не смотреть все ответы давать вовремя когда его спросили а когда не спросили не давать ну и про манипуляции следующее тогда еще после вышедшей на сайте статьи данилова написала в фейсбуке что али создала егэ ниже проходного балла а сколько кстати у алиса за игорь видите как здесь он уходит от ответа сначала обесценивает неудобную неудобный вопрос да это неважно вообще задаете такой тупой вопрос да вот это вот и есть манипуляция уход от ответа это кстати вот в курсе тоже это есть как уходить от ответа он прям знаете вот как будто все его эти приемчики чтобы уйти от ответа он использует и дальше он как бы внимательно начинает изучать эту печеньку что же там такого он нашел в этой печеньке радостного он даже засмеялся но на это это просто знаете вот ну такой детский почему потому что потому что мы не играем и ты они не играют в эту игру боже мой можно поговорить о статистике видеть а тут же подключилась его жена с манипуляцией обащи обобщение тоже опять-таки вот прям манипуляциями они сыпят вы понимаете вот в каких тисках находится ребенок родители которые обладают вот такими вот манипулятивными способами воздействия да вот даже на журналиста как они уходят от ответа вот журналист конечно ему он стрелянный воробей он все равно выясняет все что ему надо да он все равно задает вопросы а ребенок вы представляете ребенок он еще не знает что эта манипуляция он еще не понимает что этому надо противостоять и он реагирует и старается быть правильным старается быть таким как от него ожидают старается больше на себя взвалить и представляете как ломается женская психика ой детская психика простите от такого поведения родители это просто два махровых манипулятора причем знаете я раньше думала что только евгений он такой вот монстр да ну она вообще ему очень хорошо соответствует они прям в одной вот упряжки и такие прям очень жесткие манипуляторы я не знаю что там из детей вырастет но вырастут явно такие же манипуляторы явно также будет это все происходить но просто страшно говорит на сайте проходит егэ в принципе из из выпускников ну это манипуляция статистика нет ни в коем случае вы пытаетесь исказить картина от неправильно здесь вы не скажете да сколько ли за кучу языка видите еще пошли манипуляции игнорирования на ну то есть все виды манипуляции но не все правда еще есть но тем не менее все способы пытаются здесь использовать чтобы не сказать столица в семь лет сдала 6 угол и спрашиваю сколько у него баллов за егэ да какая разница видите как он обесценивает да какая разница вообще такая несущественная информация а вы до нее докапываетесь да что вы за журналист такой еще дальше должна пойти оценка деятельности человека да ну чуть чуть не довел манипуляции ну в общем то понятно да манипулирует для того чтобы не отвечать но ответить он все-таки ответил на это в другом интервью видимо тогда еще он был не так подкован или слишком хотелось похвастаться давайте посмотрим то есть для алиса было главное посмотреть сможет ли она дать создать вступительные испытания в мгу потому что они гораздо сложнее чем единый госэкзамен она справилась и это говорит о том что это все очень серьезно видите она справилась и идет пожимание плечом то есть здесь что-то не так да опять первыми не очень те кто принимал экзамен а экзамен принимается в анонимной форме никак не отреагировали вообще не какой-то нет все отправляется анонимная оценивать потом тоже анонимно поэтому просто мы узнали что у нас 48 баллов просто мы узнали что у нас 48 баллов вот я специально сделала громкость больше и повторила 48 баллов давайте посмотрим сколько нужно для того чтобы поступить в мгу значит на бюджет надо набрать сколько тут у нас так 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 платно 63 балла на бюджет от 86 баллов надо да то есть это не 48 а для того чтобы платно попасть 150 баллов то есть она даже на платный не попала но видимо они как-то договорились что их взяли понимаете вот в чем сыр-бор вот я я все не могла понять чуть и преподаватели да вот все мгу ополчилось против них да потому что там видимо были какие-то договоренности или какие-то уловки какие-то манипуляции до со стороны родителей и может быть им пошли на уступки вот и все на самом деле они не набрали нужного количества баллов но вот видимо это смотрите было летом до когда было 48 баллов он сказал а потом оказалось что 48 баллов не хватило и уже потом в следующем интервью он не упоминал этой цифры потому что действительно а ну тем самым он может быть и подвел кого-то кто его принял да вот получается с недостающими двумя баллами так что там все было знаете натянутая изначально вот знаете как сову на глобус натянули изначально и соответственно в итоге когда ребенок действительно не справляется да и пошли вот эти вот разногласия с институтом причем с университетом прошу прощения да причем ну в общем то все это было изначально понятно что это специально вот и он максимально хотел извлечь из этого но какой-то информационный ресурс да вот то есть и телевизионщики конечно же ну естественно они они узнали да но инфоповод создать да поэтому здесь в общем то все понятно получается 48 баллов всего и проходной там на платный и даже на платный вот они там набрали денег нашли где-то да и пошли на платный чтобы все-таки зафиксировать вот это да что и она пошла дальше уже трава не расти да здесь тоже интересно давайте посмотрим будет с тобой вместе ходить на лекции ты пока сама больше что потом чуть-чуть когда не присутствие сначала я с тобой буду ходить и дальше посмотрим видите вот этот жест нос эта информация борода это ударная сила да сила вся сила я я приложу все силы чтобы было так как я хочу да дальше а дальше ты скорее всего идешь вперед по программе тебе быть нечего там слушать и я увидел другой город надеюсь что да ну да наполеон силами ребенка вообще а тасс а тасс вот почему ему самому там не знаю какой-то ну не сделать рекорд да да потому что действительно аж а что он может дать и чего он не может он он уже не состоялся как вот личность ну вот так чтобы о нем говорили да то есть здесь ловить нечего через ребенка конечно детскими руками можно всего достичь да да и дальше ты уйдешь вперед но и так далее к и возлагает опять на нее эту от свои ожидания опять то есть это ты сделаешь да я буду руководить я буду твои эти границы отстаивать да я буду за тебя драться ну конечно неадекват полнейший да ну вот знаете мне показалось что самая такая болевая . для него это вот сейчас на самом деле любая программа выглядит одинаково если мы убираем на субъективный фактор если мы убираем желание учителя получить власти смотрите про власть как он говорит прям акцентирует право оценивать и случайным образом у кого пятерка у кого тройка то любая программа выглядит абсолютно одинаково су я думаю что он зуб имеет именно на власть преподавателя нас в отношении студента вот что-то у него вот с властью очень сильно замешана и для того чтобы одержать победу в своей войне он ни перед чем не не постоит вообще ни перед чем не остановится даже то что казалось бы любому родителю было бы аргументом для того чтобы прекратить эту войну для него это лишь еще один инструмент для того чтобы надавить еще раз на преподавателей мгу поскольку алиса девятилетний ребенок у нее есть индивидуальные особенности в том числе там размер руки да и тяжело писать это нормально совершенно там подтвердить любой видите опять потирает руки для него это аргумент понимаете для него это аргумент это оружие это его сила который это его таран в конце концов которым он пробивает свои стены ну вот чужие стены вернее он пробивает себе место да ну и не важно что этот таран это его ребенок да не важно что ребенок то на самом деле страдает на секундочку ей действительно неудобно писать и ей действительно это все физиологически очень некомфортно но для него это неважно важно что почему преподаватели этого не видят ну понимаете вот это смещение акцентов опять манипуляция физиолог любой педагог да то есть все подтвердят действительно все подтвердят и ну а что тогда вот ты же родитель ты должен за своего ребенка переживать ты должен о нем заботиться а получается что перекладывает ответственность на мой ребенок смотрите мой ребенок страдает это все равно что бросить не я не знаю не ну это и сравнение не очень хорошие но сделать ребенку больно да и вместо того чтобы ему как-то помогать да там оказывать какую-то помощь встать и кричать посмотрите вы же все виноваты вы же все видели вы же все отвечали за это он же упал это же ваша вина да вместо того чтобы помогать своему ребенку ну вот и вот все у него перевернута с ног на голову в предыдущем нашем разборе я думаю что причина в его каком-то детском в какой-то травме детской я не знаю что там зарыто но что-то явно есть значит да если интересно вот по манипуляциям пройтись у меня под видео там много разных курсов в том числе манипуляции поэтому можете заходить обучаться да значит вроде бы все что я хотела сказать теперь уже я сказала должок я свой выполнила не забывайте поставить лайк этому видео не забывайте подписаться на канал теперь будем двигаться дальше по новым темам но у меня прям знаете вот висела это думаю сейчас какие-то темы буду проводить а мне напомните а что же вы спрашивали да как же вы не не выполняете то что обещали все выполнила так что вот так вот я свое слово держу да под видео опять таки пишите кого хотите еще разобрать я помню про тлеяшинову готовлю материал там тоже по манипуляциям просто махровая такая манипулятор шана но там надо подготовиться думаю что тоже сделаю но пока не обещаю ребята не обещаю а то сейчас на обещаю опять буду себя чувствовать вина я как знаете вот накладываю на себя ответственность вот как в данном примере да ну я хоть хорошо на себя я хоть не не на кого-то из детей беспомощных и так далее да это хотя бы радует но все равно с грузом ответственности очень тяжело жить вот честно скажу я даже вот поэтому видео которое я вам пообещала да я делаю каждый раз там беру какую-то тему может быть она более актуально может быть еще что-то но все равно я думаю о том я даже обещала как я могу делать что-то другое когда я обещала это и вот надо мной висит это когда мог лов меч и представляете как какая ответственность висит на ребенке когда ну ладно там ну кто-то помнит может быть а кто-то уже и забыл о моем обещании а здесь вся страна наблюдает наблюдает за этой семьей да за успехами алисы и вот на ребенке вот так сконцентрирована вся ответственность получается вся страна наблюдают родители нависают да ты не должна нас подвести ты не должна себя подвести она за тебя тоже переживает да еще и она зависима от родителей да она же никуда не денется а наш никому не пожалуется даже если там ее вообще не знаю что там к ней применять могут да но тем не менее она но она беспомощна это это страшно конечно вот я бы не хотела быть на месте алисы и вообще ребят любите своих детей в первую очередь и не возлагайте на них так много ответственности иначе это даже взрослый человек может сломаться а уж что говорить о ребенке я что-то сегодня слишком затянула прощание в общем люблю вас всех очень очень сильно пока пока